Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить СОМУ. Так, ну, нас впереди ждут очередные ужастики. Если вы помните, нам что-то там запустить надо. Телегенератор. То ли хрен его знает что. Это что такое вообще? И это, конечно, будет вот здесь. Так. Ну да. Офигеть. Как это может вообще поддерживать жизнь? Вы это видите? Это вообще капец какой-то. Мне сообщили в комментариях, где ты, что ты глюк, никчемный. И что? Пошел ты. Чмо. Просто чмо. Никчемное. Так. Майнфрейм. Перезагрузите маршрутизатор. То есть, а он не здесь, да, этот маршрутизатор? Угу. А где? Что это? А это ничего. Какие милые звуки, да, он издает. Просто милейшие. Вообще не животное. Ни разу. Засранец. Просто засранец. Так. А где выход? А вот и выход. Значит так. Это было слева от лестницы. Мы пойдем вот сюда. Может здесь что включить надо? Слушайте, вы видите это? Вообще капец. Просто. Урота. Что ты хочешь вообще? Ушел. Вот и иди. Теперь вот эта дверь осталась у нас. Замечательно. А здесь вообще ничего, да? Прекрасно. И что же мне включить здесь надо? Иди отсюда. Так. Интересно. Ну здесь тупо ничего не включается вообще. Значит та большая комната. Только что там надо сделать? Лесом иди. Полудурок. Ходи, ходи, бегай. А здесь что? Может отключить надо? Да нет, не похоже на это. Там не за что цепляться. Провод тупо не цепляется. Так. Ну-ка. Урота. Урота. Что? Что и где? Надо подключить. Объясните мне. Пожалуйста. Здесь ничего не включается вообще. Стоп. Ага. Как это мило. Ждите. Необходимо подтверждение вручную. Ладно, зато все комнаты исследовали. И поняли, что все здесь. Ходи, ходи. Угу. Какой рубильник переключить? Где? А какой рубильник и где надо переключить? Я не понимаю. Так, отлично. Сервер работает. Ну что ж, прекрасно. Прекрасно. Ну это будет вот так. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ага. С этого урода, а. Просто урод. Я по-другому его назвать не могу. Да свали ты в туман. Просто свали в туман. И все. И я спокойно отсюда уйду. Просто уйду спокойно. И все. И ты ничего мне не сделаешь. Засранец. Абсолютно ничего. Так. Здесь мы смотрели, да? Да, здесь ничего не было. Пойдемте. Там нам нужно было перезагрузить роутер. Не понял я. Что за фигня? Ну-ка. В смысле? В смысле? Я подняться что ли не могу? Что за бред? И что? А, все понятно. Тут так. Думал запрыгнуть надо было. Ах, скрипты вы мои, скрипты. Яблок сломанных полверсты. Ладно. Нос чешется у меня. О-о-о. Что, прорвало что ли? Отлично, Саймон. Только бы сработало. Я туда снова не полезу. Теперь туда надо идти? Я уже не помню. Или это вот здесь было? Я помню, что у нас где-то был чип. Вернее, штукенция такая. Которую надо было к чему-то подключать. И там чего-то не хватало. Здесь это было? Статус станции, карта персонал. Нет. Надо пробовать допустить симуляцию. А, вот, вот, вот. Симуляцию, все. А я вот не помню, в какой из этих комнат была эта симуляция. Надеюсь, сейчас найду. Патас 2. Эх-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мне кажется, что все это было прямо, друзья. Как вы думаете, это было прямо? Ну, давайте попробуем, что зайти прямо. Что с носу будет? Так, ну-ка. Нет, не прямо. А где тогда? Это было. Вот здесь. Нет. Игра, да че ты так работаешь? Я не пойму. Мой устаревший образ, который был на компьютере, для чего вы его использовали? Это шаблон, в основе которого уже есть некий интеллект. Так что для того, чтобы построить ИИ, мне не нужно изобретать заново всю модель, а можно сосредоточиться на конкретном применении ИИ. А все ИИ осознают себя? Они все считают себя Саймоном? Что? Нет, Саймон, не волнуйтесь. Если думаете, что мы просто помещаем людей в роботов и машины, и выпускаем их на воле, нет, это было бы очень жестоко. Все не так. По крайней мере, раньше было. Полностью разумные машины, считающие себя людьми, это определенно новинка. Но для Ковчега вы сохранили. Да, и мне практически пришлось изобретать метод заново. Гнездо, второй чип. Так, там должен быть список персонала. Посмотрите, кто может знать код доступа. Так. Идет загрузка на сервер. Нет, не получится. Нужен кто-то из группы охраны ТЭТа. Так, партия 4. Ну, а ну-ка. Сжатые данные, следователь. Убил во имя проект Ковчег. А тут нету, не написано. Работают компьютеры, конечно, зашибись. Тоже не подойдет. Ищите охранника в Кронштейте или Стромейра. Так. А тут такого нету. Стромейра. Страски. Нет, это вряд ли. Стромейр привлек людей с эвакуированных станций. Они тоже должны знать. Попробуйте найти их. Ну, окей. Так. Кэтрин Чун. Ну, это она их исследовала. Многообещающе. Я загружу его и запущу симулятор. Вот он. А что мы будем делать? Мы поговорим с мистером Ванном. Используйте компьютер, чтобы включить симуляцию. Среда ничего, модуль нет. Запуск. Ван Брэндон. Интересно. Не так все и плохо. Стромейр только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Не бойтесь. Чун, что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Не волнуйтесь, мистер Ван. Скоро все пройдет. Нет, нет. Это ложь. Вы врете. Не переживайте, мистер Ван. Нет, нет, нет. Зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, Чун. Я верил вам. Мы его, получается, оживили? Это ведь идеальный образ. Прямо для ковчега. Самое то. А потом мы его отключили. Снова лишили жизни. Я думала, что все получится. Может, можно еще попробовать? Давайте попробуем, Чун. Не все так и плохо. Стромейр только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Успокойтесь, мистер Ван. Что? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Все хорошо, так и должно быть. Нет, нет, это ложь. Вы врете. Мистер Ван, прошу успокойтесь. Нет, нет, нет. Зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, Чун. Я верил вам. Это не сработает. Нужно что-то еще. Ну, допустим, среда. Модуль. А что еще нужно? А что еще? Нужно что-то еще. А что нужно? Нужны данные со средой, наверное. Ну, не знаю. Давайте посмотрим, что здесь есть. Может, что-нибудь здесь есть? Ну-ка. Загружайся. Да нет. Нет, 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 нет. А что еще я могу сделать? Я не понимаю. Что еще? Ему нужна данная среда, наверное. Так, это что? Журнал. Календарь. Вот. Вот это ей нужно, скорее всего. Как она называется? Симулятор осет. Ну, это вот пресеты мира. Видимо. Нет. Проектор активен. Хорошо. А куда тогда эти симуляторы вставляются, включаются? Я ж не просто так взял. Гнездо, второй чип. А второй куда вставляется? Я что-то не понял. Так. Вот это, видимо, сюда куда-то вставляется. Вот. Гнездо, первый чип. Вот так. Сканы. Конрад. Ну, давайте так. Проверочная среда. Допустим, пляж. Ну, хорошо. Копировать. Татфайл уже есть на чипе. А что надо сделать тогда? Копирование запрещено. Копирование запрещено. И что? Файл 34%. Хорошо, допустим, комната сканирования. Так, и что надо-то? Я не понимаю. Лыжная база. Отменена. В ковчеге. Превосходно. Данные изменения не использовать. Почему не использовать? Ладно. Короче, это связанные компьютеры, я так понимаю, между собой. И сейчас будет лучше. Наверное. Ну-ка. Отмена. Стоп. И что? И что из этого, что я сбросил симуляцию? И что из этого? Так. Что-то я там уже скопировал, видимо. Слушай, с этой симуляцией вообще такая чушь. Гнездо. Почему я не могу это скопировать? Первый чип. Загружается внешнее устройство. И что? Комната сканирования. Хорошо, допустим. Ага. Все? Теперь. Пляж. Флотинг капсула. Данные повреждены. Лыжная база. Проверочная среда. Комната сканирования. Пляж на ковчеге. И что? Скопировано. Дальше че? Ничего. Среда ничего. Может нужно взять с этого компьютера и сюда перенести? Вот этот чип. Ну-ка. Пойдемте посмотрим. Ну-ка. Вот. Теперь понятно все. Так. Пляж, например. Да, пусть будет пляж. О! Не так все и плохо. Строумейр только зря напугал, сволочь. Что? Как я сюда попал? Не бойтесь, мистер Ван. Доктор Чун, это вы? Что случилось? Где это я? Успокойтесь. Глубоко вдохните. Наслаждайтесь хорошим видом. Доктор Чун, я вас слышу, ваш голос, но тут никого нет. Тут никого нет. Тут пусто. Тут слишком просто. Что-то здесь не так. Не нравится мне это место? Это не настоящее. Не настоящее. Мне надо отсюда выйти. А отключать его надо? Нельзя оставить живым, пока не получим код? Чем дольше он будет под воздействием к компьютерной модели, тем больше на ней зациклиться. Ну и дали бы ему привыкнуть. Что такого? Он тогда сошел бы с ума. Так что лучше включать ненадолго, свести страдания к минимуму. Хорошо, допустим, лыжная база. Не так все и плохо. Стромер только зря напугал. Сволочь. Что? Что это? Где я? Расслабьтесь, Миттер Ван, успокойтесь. Доктор Чун, куда меня запихали? Мне нужна ваша помощь. Надо узнать новый код доступа. Зачем вы так поступаете? Это какая-то уловка? Ничего я вам не скажу. Пожалуйста, нам очень нужен код. Нет, вы врете. Все это ложь. Посмотрите сюда. Это же ужас. Черт, заберите меня отсюда, или я вам врежу. Я думаю, надо выстроить сцену так, чтобы превзойти его ожидания. Ведь как только он начал сомневаться... Вы правы, надо это обдумать. Нужно еще немного данных. Комната сканирования? Ну, допустим. Не так все и плохо, Стромер. Я только зря напугал, сволочь. Что? А где Элис? Сканирование не закончено. У вас все хорошо, мистер Ван? Чун? А где Элис? Ей пришлось уйти. Слушайте, мне очень нужно узнать новый код доступа. Что? Зачем? Для чего он вам нужен? Это ловушка. Пожалуйста, успокойтесь. Я знал, что вам нельзя верить. Здесь все не настоящее. Ты меня не сломаешь, не услышишь? Нет. Сколько раз мы это будем повторять? Пожалуйста, Саймон, не опускайте руки. Модуль какой-то нужен. Что еще надо? Я не знаю. Все вроде вытащили. Да иди отсюда, табуретка. Ты меня бесишь. Что здесь есть еще? Нету тут больше ничего. Нужна среда. Ну здесь точно ничего нет. Мы смотрели уже. Ну да. Все сгоревшее, перегоревшее. Перегоревшее. А может быть вот так? Среда ничего. Ну да. Что? Что случилось? Куда все делись? Мистер Ван. Что? Шум? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Не волнуйтесь, мистер Ван. Скоро все пройдет. Нет, нет. Это ложь. Так, не получилось. Подожди. Хорошо. Пляж. Да так все и плохо. Астромейр только зря напугал. Сволочь. Что? Как я сюда попал? С возвращением, мистер Ван. Доктор Чун, это вы? Что случилось? Где это я? Слушайте, мне очень нужна ваша помощь. Мне нужен новый код доступа. Доктор Чун? Я слышу ваш голос, но тут никого нет. Тут никого нет. Тут пусто. Тут слишком просто. Что-то здесь не так. Не нравится мне это. Это не настоящее. Не настоящее. Мне надо отсюда выйти. И что мне делать дальше? Саймон, нам нужно для работы что-нибудь новое. Что? Я тебе для работы новое сделаю. Вот что. Давайте заберем это. Нам нужно для работы что-нибудь новое. Что? Что? Ну, пойдемте. Может, там модуль какой-то можно загрузить. Сканы. Гнездо. Один чип. Окружение плаш. Проверочная среда. Это что такое? А что еще здесь можно сделать? Я не знаю. Я не понимаю. Так. Вот здесь что? Это данные. Это не то. Ну, пойдемте, что. Робот запыхался? Это интересно. Вот бы я знала, Брэндон лучше смогла бы его разговаривать. Какие еще... Какая еще может быть у нас... Какой еще может быть чип? Я вот... Понять не могу. Думаю, Брэндон Ван хороший вариант, но... Надо о нем больше узнать. Попробуйте узнать его получше. Смотрите, его комнату, его вещи. Это можно. Понятно. Собственно, я туда и направлялся, только не туда повернул. Брэндон, да? Так, мы смотрели его вещи, что? Его вещи мы смотрели. Нет? Робот не запыхался? Так. Как его зовут? Так. Брэндон Ван, вон он, на комнате Брэндона Ван. Я открою вам замок. Чтобы его узнать, симуляция должна проходить без помех. Так. Это что? Замок какой-то. Американские горы, наверное. Американинские. Ледочки. Ну что ж, давайте. Брэндон, ты готов? Стро-мейр говорит. Пора выходить. Я жду, пока страски Альвару соберут вещи. Спускайся вниз, светимся там. Не задерживайся. Не волнуйся, скоро будем. Кажется, они собирались уйти. Какая-то девушка торопила Брэндона. По интеркому слышали? Наверное, буфер передачи. Ждите. Это Элис Костер. Я даже не думала, что они друг о друге знают. Интересно. Ну, вот она она. Это Брэндон. Мило. Это родители. Так. Да, слушаем. Акерс наконец-то согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гоей и Крией сегодня переехали на Тету. Акерс сказал, что еще немного задержится. Вот сумасшедший. Я горжусь своей работой, но черт возьми, тут все пошло наперекосяк. С тех самых пор, как с поверхности перестали присылать запчасти. 25 августа 2103 года. Акерс наконец-то согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гоей и Крией сегодня переехали на Тету. Акерс сказал, что еще немного задержится. Вот сумасшедший. Я горжусь своей работой, но черт возьми, тут все пошло наперекосяк с тех самых пор, как с поверхности перестали присылать запчасти. 7 октября 2103. Стромер вышел из себя и запретил сканирование для проекта Ковчег. Судя по всему, Конрад настолько поверил в непрерывность, что поджарил себя сразу после сканирования, прямо в кресле пилота. Что-то мне подсказывает, что скоро годы доступа смеятся. Мне только что рассказали, что группа Каму Рэби отправляется на Дельту, чтобы забрать Акерса. Он живет там один уже несколько месяцев. Даже не представляю, чем он там занимается. Так, ну-ка. Акерс наконец-то так. Так, Дельту, а здесь? А, все. Кажется, Элиса Брэнда тоже... Это нам точно пригодится. Итак, еще раз, порядок. Придумала, Саймон. Я могу синтезировать голос Элисы с Энтеркома и произвести его в симуляции. Так мы заставим его выдать код. Отлично. Это просто замечательно. Отлично вышло с Энтеркомом. Я и не знала, что вы можете анализировать Дельту. На это похоже? Да просто само теперь получается. Значит, получается само. Это очень интересно. Да, теперь все девушки мои. Итак, первое сообщение. Акерс наконец-то согласился эвакуировать Дельту. Это мы читали. А вот это я не прочитал. Мы с Элис прошли сканирование для ковчега. Стромейр сказал мне, что головная боль будет чуть ли не смертельная. Вот козел. Сначала было все нормально, но через пару часов голова просто затрещала от боли. Но хуже всего это Чун. Она иногда так на меня смотрит, что прямо передергивает всего. Чун это, друзья мои, это мы. Мэгги Корэм Бэби Корэм Бэби. Так. Сюда, да? Это было где-то вот здесь. Это было где-то здесь? Или где-то здесь? Нет, это вот здесь. Давай, давай, Саймон. Бежи, бежи. Бежи, бегьми. Так, вставляем. Так. Сейчас он загрузится. А, стоп, мне это не надо. Я же в один компьютер все это вставляю. Что я делаю? Ой, туплю. Я скомпилировал, а модуль здесь мы можем... Значит, она будет с Брэндоном в симуляции. Кроме того, говорить придется мне, но звучать и выглядеть будет она, как Элис. Так, сейчас, наверное, там появится в модуле голос. Да. Итак. Это будет лыжная база и Элис. Да так все и плохо. Стромэр только зря напугал, сволочь. Что стало с комнатой? Ты не этого ожидал, да? Элис, где мы? Мы в ковчеге, но у нас есть проблема. Что? Что происходит? Брэндон, нам нужен новый код доступа. Ты врешь, ты не Элис. Что вы с ней сделали? Что здесь происходит? Зачем вы это делаете? А в памяти что-то остается? Он запоминает эти наши издевательства? Симуляция никогда не влияет на шаблон сканирования. Каждый раз все идет заново. Но это, наверное, хорошо. И что дальше? Ну, допустим, пляж. И так все и плохо. Стромэр только зря напугал, сволочь. О, это что вообще? Где мы? Смотри, ковчег. Мы смогли? Я не думал, что все будет вот так. Осталось одно. Ты о чем? Вот это новый код доступа теперь, помнишь? Да. Блокировка от Нью. Там вышла накладка, срочно нужен этот код. Стоп, тут что-то не то. Ты не Элис. Нет-нет-нет, я Элис. Ты врешь, это обман. Мистер Ван, прошу успокойтесь. Ну ты и сволочь, или сюда приплели. Убеги с глаз моих. Пожалуйста, мне нужен код. Ничего я вам не скажу. Верните меня на тэту, сейчас же. Довольно с меня вашей брехни. Та, дайте нам код уже. Ну, давайте попробуем комнату сканирования. Не так все и плохо. А Стромейр только зря напугал сволочь. А вот не надо было его слушать. Ну что, я сам виноват. Насчет Стромейр, он сказал, что ему срочно нужен новый код. Что ему передать? Все нормально, я с ним поговорю. Подожди, Чун, разве не говорила тебе расслабиться? Не волнуйся, я никому не скажу. Голова болит. Да, да, ладно. 17.29. Через 42. 12.00 через 407. Записала? Да, я поняла, извините, мистер Ван. Брэндон, до свидания. О чем это вы стоите? Господи, наконец. Все, мы узнали, что нужно. И мы тоже такие, симуляции? Да, но это уже не так уж важно. Вы по-прежнему вы. Я не знаю точно, что делать с данными. Решайте вам. Стереть данные, отключить. А кому они еще могут пригодиться, эти данные? Может быть, если у нас не получится, кто-то другой. Просто отключим и все. Зачем стирать? Все? Ну и что? О. Пойдемте. Узнали. Сами нашли, теперь можно идти к дамбайку. Возвращайтесь. Ну а я что делаю? Что я делаю? Возвращаюсь. Там какой-то забубленный код был. 17 через 29. Выходи, робот. Да что ты спотыкаешься и цепляешься за все? Так. Значит, вы не боитесь, что тут есть другие Саймоны или Кэтрин? Вовсе нет, Саймон. Вот вы где, прогреваете для нас дамбет. Он много месяцев пыль собирал, так что быстро не будет. Ну вот и все, готово. Отправляемся и... Хм, странно. Неважно. Что мне нужно делать? Отправляйтесь в док. Подключите меня там, и я спущу нас в бездну. Вроде не так и сложно. Omnitool. Короче, бежать не надо. Она что-то нам рассказывала, какие-то размышления. А мы все эти рассуждения прервали тем, что побежали. В который раз убеждаюсь, что беготня это не для хоррора. Так. Вот мы выходим. И где? И чё? Сюда надо зайти? А где этот Донбет, или как он называется? Мне кто-нибудь объяснит, где он? Доступ разрешен. Так. А что я сделал не так? Тут где-нибудь что-нибудь нажать надо в стене? Да. Конечно. Вон я вижу. Место подобный инструмент. Угу. Давай, Саймон. Так. Угу. Что это такое? Куда? А. Вот. Готов. И что со всем этим делать? Системы включены. Самодиагностика. Все системы в норме. Подготовка к освобождению. Готовность к освобождению. Начинаем освобождение. Не могу. Я не могу. Это мы все виноваты. Прекрасно. Находка Донбета была просто фантастической. Так, дорогие друзья. Чекпоинт у нас работал. На этом я серию закончу. Продолжим выяснять, что здесь произошло в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Жмите колокольчик. Всем до новых встреч. И всем пока.